Доброе утро! Обязательно буду и ведь повод какой сегодня отличный, ведь в этот день, 31 марта 1985 года, на знаменитой арене Мэдисон-Сквер-Гарден состоялась театральная постановочная борцовская шоу Wrestle My Mania. Это было телевизионное постановочное сражение, за которое, чтобы посмотреть, которое больше миллиона телезрителей заплатило заранее. Это был просто сумасшедший успех, благодаря которому вот эта американская забава, она полюбилась очень многим по всему миру. И вот у нас в Петербурге есть, в принципе, свои крушители-ломатели. Как я уже сказал, это, в принципе, постановочное сражение, но всегда есть место импровизации. Например, можно вас отвлечь на секундочку? Пожалуйста, будьте любезны. Я вот так использую, то как хорошо. Друзья, ну, я обращу ваше внимание, что это профессиональные спортсмены, и, в принципе, им все нем почем, но вот на всякий случай, даже если вам показалось, что это очень здорово и весело, пожалуйста, не применяйте это на своих друзьях или даже недругах. Ну, а познакомит нас подробнее с этой культурой и, в принципе, подготовит меня к выходу на ринг к сражению. Значит, профессиональный рестлер Дизастер. Доброе утро. Ну, слушайте, это ваш такой профессиональный псевдоним. Почему Дизастер? Потому что я всю жизнь, моя вся жизнь состояла из катастроф, разрушений. Я был как таковым слоном в посудной ринге. Сейчас у меня есть прекрасная возможность дать это на этом ринге. Ну, прекрасно, в таком случае я буду отважным лещом. Обратите внимание, я подготовился к выходу. Итак, коротко тогда, введите нас в курс дела. Что нужно знать перед тем, как я выйду на ринг? Какие правила? Самые главные правила – это то, что в рестлинге очень много правил. Но самые основные – это нужно выйти на ринг против оппонента и удержать его на лопатках до счета три. Либо заставить его сдаться по болевому приему. Скажите, например, заставить противника сдаться щекоткой? Насколько знаю, в таких правилах такого нету, так что можешь пользоваться. Но в матчах без дисквалификации ты можешь использовать все, что угодно, чтобы достичь победы. Смотрите, я прочитал, что у хорошего парня в ринге не называют фейс, а у плохого – хил. Почему их вообще разделяют? Потому что так интересно наблюдать за противостоянием. Как мы можем сейчас заметить, маленький парень окучивает большого парня и пытается противостоять ему. У него, к сожалению, ничего не выходит. Но он пытается не сварить их, что делает большой парень. Он просто не щадит его. Какой большой прием! А вы знаете, что маленький парень сможет вернуться и сможет надавать ему, и за этим интересом наблюдать. Мы за этим с удовольствием как раз-таки и наблюдаем. Я уже невероятно ему сочувствую. Посмотрите, большой прием готовится. Ой-ой-ой! Какая красота, друзья! Ну, ни для кого не секрет, что рестлинг – это, в принципе, постановочное шоу. Да, работает профессионально. Но, тем не менее, приемы заимствованы из реальных единоборств. Что это за единоборства? Какие приемы ребята используют? Единоборства могут быть самыми разнообразными. Начиная от бокса и заканчивая борьбой с самбо, джиу-джитсу и всем, чем только можно. Все ребята, которые выходят на этот ринг, выбирают приемы, которые будет удобно использовать лично им для достижения победы. Так, кажется, сейчас как раз-таки воспрял добрый парень. Ой-ой-ой! Опять его воспрял. Смотрите, смотрите! Вот! Вот! Да, да! Машь ему еще! Опять, к сожалению, добрый парень немножечко просел после очередной порции. Ну, пожелаем ему удачи. Ну, что ж, я могу сказать, что в следующем включении, друзья, нас ждет еще продолжение курса молодого рейтлера. Я обязательно выйду. И, знаете, я собираюсь один выйти против этого дуэта, а не объединяться. И уже хорошим парнем как раз-таки буду я. Но мне обещают дать табуретку, так что не все потеряно. До встречи в 9.40. Ну, а что, мы приходим к другому театральному представлению. Да, можно назвать его и так. И вспоминаем выдающуюся дату 31 марта. В 85-м году на арене Мэдисон Сквер Гарденс состоялась трансляция шоу в Рестлмане. И мы предлагаем вам прямо сейчас окунуться в волшебный мир рестлинга. Настолько же глубоко, как это делает наш коллега. Да, Дмитрием Аксенчиком. Дима. Дима, еще раз. Доброе утро, коллеги. Действительно. Да, доброе утро еще раз, коллеги. Вот, действительно, правильно они сообщили, что это театральное представление. Только сцена специфическая, это ринг, но на котором, так же, как и в театре, происходит определенная мелодрама. Вот, например, в обычное время эти двое, они дико не любят друг друга, вот в условиях ринга. Но сегодня это дуэт медведей, которые очень не любят меня. Но прежде чем мы с ними, я с ними сражусь, небольшой инструктаж нам проведет уже знакомый нам профессиональный рестлер. Дизастр. Дизастр, простите, хотел сказать дивасатор, дивасатор. Но вам тоже подходит. Итак, с чего начнем? Начнем, как обычно, как во всех видах спорта, с разминки. Размять нужно голову, да-да-да, ты все делаешь правильно. Конечности, локти, ноги, колени. В любом из видов спорта, конечности, это самая важная вещь. И не говорите, так, с этим есть. У нас очень мало времени, нам нужно перейти к падениям. Да, у нас укоренная программа. Это самая базовая вещь, которая есть в рестлинге. Так. Нужно лечь полной спиной, выдохнуть и... Покажите. Это будет сложно, но я повторю. Это самая базовая вещь. Ну как я... Ой! На первый раз начинающего это очень даже не... Меня устраивает оценка удовлетворительно, прямо как в университете. Продолжаем. Мне кажется, тебе нужно ощутить падение, если тебя бросят. Правильно? Да. Смотри, самый базовый бросок тебе покажу. Называется он Scoop Slam. Ага. Я переношу твою руку. Так. И захватываю тебя вот в эту часть. Осторожно. Так. На счет три. Ты готов? Да. Раз, два, три. Ой! Да, было неплохо. Как ощущения? Ощущения прекрасные. Ну что скажете? Для первого раза неплохо. Мне кажется, мне нужно отработать еще удар. Да, тебе нужно как-то ответить. Ага. Но так как я вижу, там парни достаточно большие, тебе будет проблематично их поднять. Но ты можешь их снести. Ага. Есть в рестлинге распространенный удар под названием Closed Line, он же шлагбаум. Тебе нужно разбежаться и снести оппонента вот таким вот образом. Попробуй. Ага. Хорошо. Хорошо, тогда я пробую. Давай. Будем считать, что у меня сегодня оценки удовлетворительны. Ну что, я готов начать, как кажется? Я считаю, ты готов. Да, но прежде чем я начну, небольшое превью противников. Друзья, во время включения я не смогу комментировать происходящее, поэтому в прямом эфире посвящаю нашего знакомого дизастера в корреспонденты. Выражайтесь, пожалуйста, цензурно. Вот вам таймер. Я должен продержаться минуту. Нажмите, когда вы все готовы. Так, я готов. Так, доброе утро всем любителям рестлинга. И сейчас будет уже невероятный матч. Смотрите, отважный лещ получает. Но он реверсирует. И Closed Line. Как же быстро он учится. Но нет. Но нет. Один из медведей сразу же начинает действовать нечестно. Ребята, ну вас же на ринге двое. Что вы делаете? Где же эта честность? Вертикальный ступлекс. Неужели? Какое мощное падение. Смотрите. Надо придет спасение. Да. Неужели они пытаются. Ну смотрите, что происходит. Врывается они кто иной, как Дмитрий Донской. Мистер Рестлинг Сия Руси. Мощный скуп слэм. Еще один бросок. Неужели это? Неужели? Пауэр-бомба! У нас есть измекальная возможность взять интервью. Отважный Лещ, как ваши ощущения? Мне было замечательно. Спасибо большое. И отважному Дмитрию Донскому неспроста он взял себе имя великого русского воевода. Но отважный Лещ, согласитесь, тоже отважно сражался. Поэтому, коллеги, это была отличная утренняя зарядка. Вот. Готов к продолжению продуктивного рабочего дня. Немного хрустит поясница, но как-нибудь переживем. Такие дела. Дима! Дима, береги себя! Дмитрий Аксенчик, для вас, дорогие наши зрители, абсолютно не жалея собственного здоровья, своих позвонков и костей, участвует вот в таких авантюрах.